Как мы не пытались его выгнать, уж и так, и сяк, и все равно он прицепился. Это только одно из множества видео, которое этим летом заполонило рязанские группы в социальных сетях. Этих зеленых насекомых и правда много. Поселились они как в городе, так и в области. При этом богомолы для Рязани не в новинку, появились они еще в 2010 году. Хотя до этого предпочитали юг, Кавказ, Крым. Причина переселения – смена климата. Климат в начале 21 века действительно постепенно меняется. Мы заметили, подсчитали, отрисовали графики. И получается, что в первый год стал теплее, особенно за счет роста зимних температур. Наши зимы стали более теплыми и более снежными. Возможно, это один из ключевых факторов выживания некоторых видов южных насекомых, которые постепенно расширяют свой ареал. Богомолы появились не только в Рязани. Теперь зеленый хищник в царстве насекомых завоевал Липецк и Владимир. Какое влияние богомол окажет на рязанскую фауну, только предстоит изучить. Но как агрессор он явно окажет влияние на местные виды насекомых. При этом богомол не единственный условный новичок в Рязани. Со смены климата пришли и другие. Кроме богомолов появилась масса других видов насекомых. Просто они менее заметны и менее идентифицируемы людьми. Ну, например, несколько видов бабочек. Эгелия. Вообще нетипичная для нас. А теперь она чуть-чуть не в каждом лесу летает. Галатея, Суворовка, ряд других. Специалисты области сельского хозяйства указывают на то, что у нас появился клоп вредный. Перепашка, а это вредитель сельского хозяйства. Опять же, типичный для более южных районов России. Паниковать не стоит, говорят биологи. Это процесс естественный. Насекомые всегда мигрировали из одного района в другой. Сотни тысяч лет назад на месте Рязани было море. Теперь здесь появились тропические и субтропические насекомые. К таким как раз относится богомол. Просто для человека такие изменения незаметны, потому что век его короток. Как, впрочем, и у богомола. Больше года в дикой природе они не живут. Валерий Седов, телекомпания «Город».